приветствую вас друзья с вами я шевченко александр это канал академии счастья сегодня поговорим о том как быть счастливым по сути все мои видео так или иначе направлены на это где я объясняю как справиться с психосоматическими заболеваниями как убрать стрессы жизни на самом деле вот я не так давно говорил с человеком он задал мне просто что нужно для счастья и вот мы обсуждали такую тему как честность да то есть когда действуешь осознанно когда говоришь то что думаешь то есть и по сути этот процесс он действительно правильный то есть когда человек честен самим собой с другими людьми то у него появляется вот это какое-то ощущение правильности корректности действий и он может присутствовать здесь в настоящем времени то есть у него не возникает таких каких-то вот колебаний правильно или неправильно вот он как чувствует так и делает как чувствует так и говорит и этот процесс он на самом деле какой-то естественный то есть что такой естественный процесс это тот который наполняет нас гармонией радостью счастьем то есть в этом процессе мы можем быть самим собой и в этом процессе мы делаем так как чувствуем то есть счастье это состояние в настоящем времени если что-то нам мешает быть здесь и сейчас значит важно посмотреть что это за ощущение какое-то чувство откуда она вообще приходит то есть почему оно пришло в нашу жизнь и исцелить его исцеление происходит за счет того что мы двигаемся в это состояние и смотрим откуда оно пришло почему оно пришло в нашу жизнь таких состояний вообще огромное количество ну по сути приходит и мы часто даже не знаем как бы для чего она нам дано что что она хочет нам показать а когда начинаем углубляться смотрим из исследуем это да то есть находим причины мы понимаем что вот это процесс самоосознания что каждое какое-то ощущение переживания дается нам или приходит нашу жизнь для того чтобы мы что-то поняли что-то осознали чтобы мы как-то поменяли свое мировоззрение то есть мы по сути сами создаем эти вот ощущения да переживания какие-то для того чтобы трансформировать сознание то есть сознание трансформируется когда мы проходим через какой то опыт то есть когда мы этот опыт получаем и в этом опыте действуем датес например произошло что-то в вашей жизни, но вы не отбрасываете это, не делаете это каким-то неправым, да, то есть вы не говорите о том, о, это там мне не нужно в жизни. Нет, вы понимаете, почему это пришло в вашу жизнь и что это хочет вам показать, то есть что это дает вам и какие, ну скажем так, взаимосвязи это в вас пробуждает. То есть, и поэтому, когда вы чувствуете, что что-то пришло в вашу жизнь, то важно не отбрасывать это, не говорить о том, что, а, это мне не нужно, это не мое, даже если это болезнь или какой-то неприятный случай, может быть потеря какая-то близкого человека, это все для чего-то приходит в вашу жизнь. И вот в этом состоянии счастья, когда человек находится, то он не отбрасывает это, а принимает. То есть принятие в каком плане, то есть это не значит, что вот, ну это там хорошо, да, что это пришло, а в том плане, почему это пришло, то есть исследовать взаимосвязь. Вот, и я посвятил вот исследованию взаимосвязи довольно долгое время, в течение последних 20 лет я наблюдал, как влияют определенные события на мою жизнь, почему то или иное событие, как говорится, приходит, почему я его создавил. И здесь важный такой ключевой момент ответственность, да, что такое ответственность? Это готовность быть причиной того, что приходит в вашу жизнь и последствия этого. То есть если бы что-то привлекли в вашу жизнь, то вы не перекладываете это на другого, а смотрите, как я создаю это, каким образом я это делаю. И тогда вот это взятие ответственности помогает вам исправлять ситуацию. То есть ситуация исправляется тогда, когда вы можете посмотреть на это, как вот в новую единицу времени, и убрать оттуда тот заряд, который вы как-то туда привнесли, как-то подавили это, да. Возможно, вы не хотели на это смотреть, но вы теперь вновь берете это и смотрите, ух ты, а это совсем иначе сейчас выглядит. То есть и у вас появляется новое понимание того, как это выглядит. И вы уже не думаете о том, о, вы знаете, там, мне это не надо. Нет, вы принимаете это. И вот таким образом, то есть тут можно привести разные техники, как можно это принимать. Но в целом основная техника – это путем рассмотрения, как есть. То есть что это такое, вот как спрашивают, значит, как есть, да. Это именно то, как это было создано. То есть как есть – это именно вот так. То есть без подавления, без обесценивания, прямое смотрение. Есть даже такая методика прямого переживания, да, прямого восприятия. И вот в этом состоянии прямого восприятия вы можете смотреть на что угодно и воспринимать это таким, какое оно есть. То есть вот буквально, ну, как бы в новую единицу времени и не, ну, скажем так, не как-то не коверкать это, да, то есть не создавать какой-то там негативный постулат в связи с этим, а наоборот смотреть. Вот тут есть такое суждение, да, например, я там болезненно реагирую на ситуацию, когда меня критикуют. Вот. А почему это происходит? Почему люди так делают? Что они хотят показать мне? Может быть, стоит посмотреть на это как бы с их точки зрения, посмотреть, что они видят во мне. И вот тогда происходит действительно переосознавание. То есть переосознавание в каком плане? В том, что я смотрю, и я вижу, что происходит со мной. Я вижу, что происходит с другими людьми. И я осознаю это, и, соответственно, в этом состоянии, находясь, я могу понимать, что мне нужно в жизни, а что нет. Почему я действую таким или иным образом? Вот. И счастье приходит тогда, когда начинаешь жить здесь и сейчас. То есть в настоящем моменте, в потоке. И в этом состоянии потока происходит все самое лучшее. Вот я вчера как раз записал видео про ощущение безопасности, про то, как бы, как чувствовать себя в этом состоянии потока. Вот. На мой взгляд, очень чудесное видео получилось. Посмотрите его обязательно на моем канале. Вот. А сейчас давайте сделаем такую небольшую практику. Посмотрим, как можно исцелять ваши душевные травмы, заряды. Эту практику можно делать прямо сейчас в сессии. Можно делать самостоятельно, да. То есть на ежедневной основе она помогает исцелению, помогает улучшить качество вашей жизни. Вот. Просто уединитесь, сядьте и лягте в удобном месте, где вас никто не потревожит какое-то время. Закройте глаза и создайте пространство для вашей сессии. Вот. Наполните это пространство любовью, ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Посмотрите, что есть в этом пространстве, да. То есть какие есть, возможно, суждения, эмоции, что-то, что влияет на вас. Какие-то вещи, которые вы хотели бы проработать, которые еще не улажены в вашем, ну, от вашего отношения к ним. Прочувствуйте их максимально глубоко. Выберите какую-то одну вещь, например, там, ощущение беспокойства или какой-то страх, или, может быть, какая-то эмоция боли проявляется, там, горе. Да, то есть все что угодно. Выберите одно что-то и посмотрите, откуда это проистекает, из какого инцидента или, возможно, случая. Вот. И дальше пройдите этот случай. То есть вы возвращаетесь туда и перепроживаете его один, второй, третий раз, пока состояние полностью не улучшится. Вот. Когда вы закончите это, вот, то важно, чтобы наступило облегчение. То есть облегчение, это означает, что когда вы проходите через случай, заряд уходит и состояние улучшается. Вот. Если это не происходит, посмотрите, есть ли более ранний подобный случай, который там, где проявилось такое же ощущение. Вот. И когда вы пройдете его, да, опять же проходите один, два, три раза, может быть, больше, пятеро, сколько необходимо, пока вы не почувствуете, что там больше ничего нету, то есть заряд ушел. Вот. Когда вы это почувствуете, вы почувствуете облегчение, вот, что там больше ничего нет. И тогда вот на этом можно завершить эту работу с этим ощущением, переживанием. Вот. Когда вы закончили, вот, то, конечно же, поблагодарите пространство. Вот. Потом можете взять другое ощущение, да, какую-то эмоцию тоже, следующую тоже, таким же образом проработать ее. Вот так можно делать в сессии, прорабатывая ваши ощущения, эмоции, вот, которые приходят в вашу жизнь, которые мешают проявлению счастья в вашей жизни. Вот. Если что-то у вас не выходит, не получается, то вы можете написать мне, и мы сделаем бесплатную консультацию и сессию. Я помогу вам проработать ваше состояние. Вот. И таким образом исправить его, достичь состояния гармонии, радости, счастья. Ведь в этом состоянии счастья, ну, очень полезно пребывать. Оно исцеляет наш разум, душу, тело. И, по сути, когда мне говорят, что нужно, чтобы быть счастливым, я говорю, на самом деле тут ничего не нужно. Тут единственное, что важно, это ваше желание, ваше намерение. Вот. И когда у вас есть это намерение, то счастье приходит обязательно в вашу жизнь, и вы начинаете источать вот этот аромат любви, гармонии, счастья. Вот. Если, конечно же, остались какие-то вопросы, напишите мне в личные сообщения. Все мои контакты указаны будут под этим видео. Там мои соцсети и книги «Мир и вечное познание. Полное исцеление». Можете их тоже прочитать по ссылкам в описании. Вот. Если это видео было вам полезным, понравилось, ставьте «Нравится», подписывайтесь на мой канал, включите колокольчик, как напоминание о новых видео, и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Вот. Я уверен, оно тоже будет им полезным. Сейчас на экране у вас появились мои видео, опять же-таки, о том, как изменить судьбу и практика процессинга счастья. Посмотрите их обязательно. Подписка на мой канал и мой сайт «Академия счастья». Заходите в гости, буду рад вас видеть. Напомню, меня зовут Шученко Александр. Это проект «Академия счастья». Я вам желаю всего доброго, друзья. Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. И до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok